Хотя для любящего ящик большинства все реалити-шоу и псевдодокументалки, созданные под ТВ, представляют собой серьезные программы, мы-то с вами знаем, что нас эти упоротые передачи могут заставить лишь истошно смеяться, либо обомлеть от шока. Готовьте ваши пуканы! Телблог.нет представляет топ-10 адовых ТВ-шоу! Ну а пока реклама. Подписывайтесь на молодежный канал Алексея Комзикова, психология отношений, обзор различных автомобилей, мопедов, самолетов, обсуждение скандальных законов, занятия спортом, а также самооборона и многое-многое другое. Каждый найдет что-то полезное для себя. Подпишись, не пожалеешь, ссылка в описании. Сразу скажу, что первоначально в данном топе были лишь украинские шоу, так как они, по нашему мнению, являются лучшим примером, как нужно творить жару в телеке. Но, к большому сожалению, наше общество слишком прозомбировано политической пропагандой, чтобы понять самоиронию. Поэтому, чтобы никто больше не оскорблялся, в этот топ мы включили и русские шоу. А то, мало ли, Соколовский уже... впрочем. Десятое место. Аферисты в сетях. Помните, Сисакас, его окупай педофиляй? Целуй, педофиль. Вот это шоу очень похоже на правую передачу нашего лысого друга. Разве что ловят здесь не педофилов, а всех подряд, кто промышляет разводом в соцсетях с интимной подоплекой. Милая и добрая программка с комичным сюжетом и счастливым концом. От всем до Кристине Лебедь мы намекнули, что найти ее по IP-адресу дело двух дней. И она, извинившись, удалила страничку. Девятое место. Меняю Жинку. Это высокоинтеллектуальное шоу укоренилось на украинском телевизионе аж с 2010 года. На неделю две семьи меняются хранительницами очага, которые, в свою очередь, подстраиваются под устав нового жилища. Разумеется, только сначала, ведь в каждой женщине со временем вскрывается узурпатор, который, даже в чужом доме, перевернет все с ног на голову. Неплохо доставляет угар с канадским транссексуалом по имени Карина, которая, или которой, даже трех дней не выдержала в роли женщины и убежала, устроив при этом яркий скандал. Как оказалось, не женская душа у тебя, Каринка. Если вы хотите шаг заполнить, они мне должны дать там тысячу, которые они мне должны. Я не ехала always за тысячу долларов. И не потеряла свою всю неделю за тысячу долларов. Понимаешь? Восьмое место. Вид пацанки до понянки. Если перевести на русский язык, шоу называется «От пацанки к барышне». Суть проста и понятна. Создатели находят девочек, которые пьют пивас на лавочке, курят траву, матерятся, жёстче сапожников и оголяются в ночных клубах. Первый раз я с... 12 год. Первая моя бутылка, это была ром-кола. И потом... Далее команда психологов, стилистов и дизайнеров магическим образом превращает их в миленьких принцесс в розовеньких туфельках. Всё это деяние доставляет немало радости и смеха. Но самые мозгодробительные сцены заключаются в съёмках их повседневной жизни до перевоплощения, где они шлют систему ко всем чертям и упарываются яшкой на телекамеры. Седьмое место. Детектор брехни. Это псевдопсихологическое шоу одновременно смешит и повергает в ужас своими сюжетами. Обычные люди с необычными жизненными историями приходят на проект и отвечают на провокационные вопросы ведущего. При этом они подключены к полиграфу, который не даёт им слукавить. Тема откровенно стырена с британского проекта The Moment of Truth. Но уж поверьте, вряд ли в Англии можно найти людей с такими пошлыми, страшными и грязными жизненными обстоятельствами. То, что вы родили игрушку подружки-лесбиянки, которая отказалась от неё. Шестое место. Званый ужин. Добрая, ничем не примечательная передачка, где люди разных профессий зовут друг друга себе в гости и показывают, как они вкусно готовят и умеют развлекать гостей. Что на закуску? На закуску будет крутой жековский кипяток в разлив из-под советского крана. Но самый сок, это когда там попадаются дитчайшие фрики типа Николая Должанского, Гогена Солнцева и других адовых личностей. Пятое место. Давай поженимся. Да, пожалуй, это лучшая услада для женщин. Превратили брак в деловой контракт, ей-богу. Но весь прикол в том, что передача так и пестрит фриками и различными не особо умными личностями. Товарищи! Граждане! Перевернуто! Веселит и то, что там есть отдельный эксперт по гороскопу, чтобы правильных партнеров выбирать. Обалдеть! Осторожно, вы что ж. Осторожно. Осторожно, осторожно, осторожно. Четвертое место. Следству ведут экстрасенси. Да, да, да. А вы что думали? Что передачи упора те, чем битва экстрасенсов, не придумаешь? Ха! В Украине они еще и расследования проводят. Зачем вещдоки, свидетели, если есть все сновидящие? Наверное, дальше рассказывать не стоит. Он показывает могилу. Показывает полнолуние. Третье место. Лагит на 16. О, но тут вообще не о чем говорить. Беременна, елки-палки, в 16 лет. Лично хотелось, чтобы ты присутствовал на родах. Передачи снимают период беременности девочек, которые сами-то еще дети. К сожалению, истории актера реальны. Хотя, кому я рассказываю, вы сами смотрели это шоу. Пускай мне и очень хочется верить, что это не так. Объясни мне, пожалуйста, сколько тебе можно звонить? Сколько мне можно звонить? Ну, только тебе можно звонить. Второе место. Хата на Тата. Ты, женщина, и тебя утомил быт? А муж не помогает и не ценит твой труд. Он не уделяет должного внимания детям и предпочитает все время проводить не с тобой, а с телевизором или компьютером. Так становись героем шоу «Дом на папу». Видимо, вы поняли, что весь смысл передачи в том, чтобы оставить быт на нерадивого мужика и знатно поугарать. Я этого не сделал. Ну, слава богу, хоть по этому моменту вопрос решен. Первое место. Необъяснимо, но факт. Пойпанем немножечко. Ну, вы все понимаете, о ком я. Дружко шоу нервно курит в сторонке по сравнению с этой мозгодробительной передачей с канала РЕН-ТВ. Там и гномы в подвале, и призраки в метро, и снежный человек в соседней квартире. Это, конечно, неправда. Люди, питающиеся солнцем, грязью и другими прикольными штуками, разумеется, присутствуют тоже. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Да, вот были времена. А теперь мгновение. Раньше подымался, хуй. А теперь давление. Вы согласны с нашим топом? Или вы знаете о других тупорылых отечественных шоу, которые по праву могли бы оказаться в нашем топе? Пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми смотреть самые крутые топы. Пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на наш канал.